Ребят всем огромное здравствуйте, Лёха как всегда с вами. Сегодня у нас блюдо, которое называется биф строганов. На самом деле он уже у меня на канале был, это где-то было может быть два или три года назад. Я считаю, что я сделал все неправильно, потому что я тогда был неопытный, за это время я приготовил не один раз и вывел для себя идеальную формулу приготовления данного блюда. Сегодня с огромным удовольствием вам эту формулу покажу. Также мы сегодня сделаем специальную пюреху. Ребята, вот по поводу пюрешки, я этот рецепт стыбзил в одном из ресторанов. Вы обязаны ее приготовить такой, какой я вам покажу, потому что это просто бомбически вкусно. Давайте приступим к приготовлению. Для начала займемся мясом. У нас такая вот вырезка. Сейчас расскажу, почему вырезку взял. Так как все-таки блюдо называется биф строганов, биф это у нас говядина, мне для рецепта тартара и еще кое-чего-то, что вы скоро увидите, нужна была вырезка. Можно ее купить только целой. По идее, какие части подходят говядины. Это может быть кострец, тонкий край. То есть смотрите, главное не берите вот эти вот, то чем работает корова. То есть вот эти ноги, вот это все, это очень жестко будет. Что мы с ней делаем? Значит голова мне понадобится для рецепта. Я ее сразу отрезаю. Мы с вами завтра приготовим, скоро вы увидите. Значит вот эту часть, хвост, 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 я наверное где-то вот так вот отрежу. Это я возьму для тартара будущего, потому что есть соус офигетительный, который я вам хочу показать. Я ее слегка зачистил. И теперь нужно нарезать. Нарезаем вот только вот эти вот совсем жир, мы уберем. Нарезка. Давайте так, где-то 0,5 сантиметров, что-то вот около того должно у нас с вами получиться. Что касается нарезки. Нарезаем на тонкие полоски по волокнам. Вот нечто похожее должно у нас с вами получиться. Теперь разогреваем сковородку, добавляем небольшое количество масла, совсем чуть-чуть. Хотя по идее можно было, знаете, масло добавить уже непосредственно в мясо. А что нам пачкать-то сто раз руки, посуду и тому подобное. И ждем пока она у нас будет прям вот горяченная. Нам нужно максимально быстро, чтобы мясо схватилось и прожарилось. Мясо я буду обжаривать в три, а может быть в четыре захода. До румяной корочки. Сколько по времени? Где-то по полминуты, не больше. Я готов признавать свои ошибки, когда я сделал что-то действительно неправильно. И вот раньше я что делал неправильно? Это я вываливал всю эту кучу мяса на сковородку, обжаривал мясо. Естественно, температура падает сразу же. И оно уже начинает в этом соку тушиться. Не так это должно. Вот она, золотистая, красивая говядина. Но смотрите, вот я ее сейчас положил в этот тазик. Здесь образовалось, здесь осталось некоторое количество масла и сока. Выкидывать это не надо. То есть я беру и посмотрите. Я сюда это сейчас сливаю. Вы сейчас все увидите. Главное, чтобы сюда говядина обратно не попросилась. Картошка. У нас с вами будет сегодня пюре. Пюре, пюре, пюре. Значит, я взял где-то 6-7 штук, почистил. Показывать, думаю, это не надо. Нарезал на 4 части, чтобы быстрее все приготовилось. Жду, пока закипит. Досаливаю. И все будет бомба. Так, а мы с вами можем продолжить приготовление смоу бифстроганного. Потому что сейчас мы будем обжаривать. Вы сейчас все увидите. Чего я вечный? Чего я вперед поезда-то бегу, а? Вот об этом я говорил. Посмотрите, вот здесь и масло, и сок. И это только лучше, если на этом мы с вами будем сейчас прожаривать. Но все не так просто. Для того, чтобы добиться хорошего, замечательного, сливочного привкуса, я беру сюда и добавляю вот такое вот количество сливочного масла. Пусть оно сейчас у нас... Вернее, не сливочного масла, а шливочного масла. И сейчас оно у нас подтопится на среднем огне. Понадобится одна большая луковица. Нарезать ее нужно полукольцами-полукольцами. Ну, вы поняли. То есть на 4 части отправляем сюда и обжариваем до золотистого цвета. До мягкости лука, давайте скажем так. Лук уже почти готов. И в этот момент... Блин, как это все вкусно пахнет, ребята. Е-мое. Добавляем одну столовую ложку муки. Сейчас я все это перемешиваю вместе с мукой и обжариваю еще, может, где-то полторы-две минуты. Пока лук обжаривается вместе с мукой, мы с вами вот так его аккуратно сюда расформировываем. Так, все, лук, уйди сюда. Уйди сюда! И добавляем следующий ингредиент, очень важный. Это томатная паста. Ее нужно не очень много. Ну, как не очень много? Вот такую вот здоровую столовую ложку. Лучше всего обжарить предварительно на ее. Так будет только лучше. Буквально вот пока это здесь обжаривается, мы ее немножко с вами тоже обжарим. Все, теперь лук перемешиваем вместе с томатной пастой. И в этот момент сейчас огонь можно поставить на минимальное значение. Добавляем шметанку. Ее нужно где-то 150 грамм. Я взял не особо жирную, 15-процентную. Если вы добавите 200, хуже не будет. Все перемешиваем. Как только вы добились однородного вот такого вот цвета, можно двигаться дальше. Нам понадобится обычная вода. Сколько? Я всегда делаю на глаз. Где-то 150. То есть я вот вливаю чуть-чуть, да? Перемешиваю. Смотрю, что по количеству. Вот я вижу, что по идее можно еще немножко. Да, вы знаете, где-то 150 миллилитров сюда его идет. Настал момент добавить свежемолотого перца. Можно использовать обычный порошковый. Здесь уже все делается по вкусу. И соль. Мы же мясо с вами не солили, в этом не было необходимости. Начинаем вот так вот сюда добавлять соль. Главное не пересолить. Лучше пусть потом каждый досолит. Добавляем сюда мясо и уже перемешиваем вместе с мясом. Что касается готовности данного блюда. Смотрите, все зависит от качества мяса, которое вы покупаете. Так как у меня вырезка, я пробую, она вот тает во рту. Поэтому 5 минут достаточно. Можно крышку, кстати говоря, даже поставить. Если взяли другую часть, каждые 5 минут проверяйте по вкусу. Говядина должна быть мягкой, она должна распадаться на том. То есть, ну, как правило, это где-то от 5 минут до 25. То есть, если вдруг видите, что выпаривается жидкость, просто добавляйте немножко воды и будет хорошо. Ну и с вырезки делать очень выигрышно, скажу вам точно. Итак, естественно, в данный момент можно попробовать, понять, соль и перца нормально или нет. И мы с вами можем приступить к приготовлению пюрешки. Вы все прекрасно понимаете, для того, чтобы добиться обалденного вкуса пюрехи, нужно добавить масло и желательно сливки, либо молоко. Но мы с вами модифицируем, мы с вами еще будем экзибитами. Вот здесь, смотрите, у меня 150 миллилитров сливок, 20-ти процентных. Я их добавляю сюда. И вот в этот момент сразу это небольшое действие. Блин, ну как это повлияет на вкус? Вы не представляете, вот это вот сыр с голубой плесенью, который раньше я ненавидел, теперь я жить без него не могу. Здесь немножко. Я не знаю, сколько здесь грамм. Давайте я сейчас приблизительно скажу. Где-то грамм 30-40. Я опускаю его сюда. И нам нужно его подтопить. Ребята, что там сейчас будет? Я не знаю, мне кажется, я на представлении блюда, когда сегодня буду это все пробовать, мне кажется, я от счастья могу взорваться. И начинаем вот так вот подтапливать сыр в сливках. Не сильно греем, то есть на низком огне. Огонь я уже выключил. Посмотрите, оно немножко такое густое уже получается, да? Но вот эти вот маленькие штучки плесени, мы их с вами ни в коем случае не выбрасываем. Значит, смотрите, если у вас нет вот такой вот штучки из Советского Союза, делать этот рецепт не надо. Да нет, шучу. Это толкушка, на самом деле. Блин, Наташа, сколько ей лет? Я думаю, что больше, чем мне. Ты же больше уверен, чем тебе. Ну, ты же молодая у нас. А теперь, смотрите, начинаем интенсивно. Маслице немножко добавляем. И начинаем вот так вот колбасить картоху. А теперь сливаем сюда сливки. Все, которые у нас есть. Прям надо аккуратно это сделать. Я в этом плане жадный до сливок, потому что все здесь было. И интенсивно перемешиваем уже вместе. Бестроганов готов. Вы знаете, это я очень люблю вот это изворачиваться. Я достал там кулинарное это кольцо. Как это делается? Вот такое кольцо, ты просто вставляешь пюрешку и все. Мне нравится эстетика. Я знаю, что она нафиг не нужна. Но мне хочется видеть и понимать, что это смотрится хорошо. А когда ты понимаешь, как это вкусно, это вдвойне просто получаешь ну, какое-то наслаждение. Не знаю уж, как это называется. Ребята, давайте пробовать. Вот я себе это вижу на романтическом вечере вашей женщины. Ну, вашей женщины нет. Когда вы и ваша женщина, вы собираетесь вечером, свечи, вот это все, вот это, вы так приносите красиво все. Не знаю, мне кажется, это классно. Многие считают, что это типа каблучничество какое-то. Я вообще в этом ничего не вижу. Если ты любишь свою женщину, почему бы не сделать ей приятной в виде еды? Конечно же, если вы супер-мажористый чувак, у которого куча денег, конечно, проще в ресторан отвезти. Да как там этот, по-моему, как у вас дневник Хача Амиран, по-моему, говорил, что вот каблуки все, да. Ну, где он, видите, он не женат, а я? А я тоже не женат. Гораздо проще готовить вкусную еду для себя и для женщин. Погнали. Хернюку это сказал. Вы многие спрашиваете, Лешка, что ты мычишь? А, я не знаю. Ну, как вот, это все тает во рту. Как бздец. Давайте, как всегда, разберем все по полочкам. Во-первых, что касается вырезки. Я первый раз готовлю с вырезкой. Господи, боже мой. Пять минут это даже, можно сказать, тушилось, не тушилось. Это очень мягко, это очень вкусно. Может быть, многие скажут, да, Леш, ну ты что, с ума сошел? Вырезку надо чуть-чуть обжарить и съесть сразу. Согласен, просто так получилось, что сегодня было. Итак, с какими кусками мяса я готовил? А есть часть называется кострец. С ней получается не хуже, чуть-чуть пожестче. То есть, там надо просто минут 10 подержать. Я готовил, помнишь, в ленте есть кусок такой, просто мякоть. Она, по-моему, называется для розбифа. Вот с ней тоже получается хорошо. И единственное, если будете брать просто мякоть, настоятельно рекомендую нарезать чуть потолще и немножко отбить. Не молотком, а может даже просто ладонью вот так пофигачить и нарезать. В таком случае это будет готовиться тоже еще минут, наверное, 10-15. Итак, что могу сказать точно? Я был неправ. Ребята, я признаю свои ошибки, потому что в какой-то мере, ну не надо было, конечно, тот рецепт, наверное, отчасти делать. Но тогда мне показалось, что это действительно дико вкусно. Когда проходит какое-то время, твои вкусы меняются. Ты пытаешься найти что-то более интересное. И вот это для меня без струганов идеален. В чем? Во-первых, первый момент, обжаривание мяса. И это чертовски важно. Не надо сваливать все туда, потому что сок вытечет. И это все будет у вас тушиться, это не то. Говядина должна зажарена быть просто по максимуму, но очень быстро, что внутри сок весь остался. Второй момент, может быть, кому-то покажется спорным, это добавление томатной пасты. Я считаю, что вот эта томатная кислинка, да, Натах, вот она вот оттеняющая, прям вот то, что доктор прописал. Да, также пару раз я готовил с использованием чеснока. Мне чеснок вот именно в бифстроганов не очень понравился. Я лишь хочу показать то, что нравится мне. Пюреха. Матерь божья, это не пюрешка. Это такая пюрешка, мне кажется, знаете, вот облачка на небе, вот они такие же воздушные, как это пюреха. И вот здесь я настоятельно рекомендую присмотреться к сыру с голубой плесенью. На послевкусие вот эта легкая солоноватость и острота от сыра. И в сочетании вот с этим ничего не перебивает друг друга. То есть это те блюда, которые могут сочетаться между собой. И они, по сути, дополняют друг друга. Это шикарный соус, а это пюреха вот с этим вот, вот с этой вот остротой. Если вдруг вы не найдете, ребята, там, это, дорблю с голубой плесенью, просто сделайте пюре. Ну, просто добавьте хотя бы сливки. Я чаще всего делаю, в каком формате? Я добавляю еще просто сыра. Я говорю, ну вы знаете, на каком вы канале? На грилькове. А грильков, еще сырков, ракфор, там, ЧПДЛ, все дела. Я люблю, чтобы в пюрехе был сыр. Мне прям очень нравится. Вот такой вот рецепт получился. Если понравился, разумеется, ставьте пальцы вверх. Если нет, разумеется, пальцы вниз. А вот теперь покритикуйте. Вот я сейчас стал больше закален к аудитории. Я привык к критике, к здравой критике. Я люблю здравую критику, а всякие там типа из серии «Ты жирный?» Да я знаю, я себя каждый день в зеркале вижу, что вы издеваетесь, что вы мне каждый раз об этом напоминаете. Вот, поэтому, если вы как-то связаны с кулинарией, может быть вы, там, не знаю, ну не шеф-повар, может у вас папа шеф-повар или дед шеф-повар. Ну, скажите, что не так. Вот я не знаю, как это идеальнее еще сделать. Для меня это реально идеально без строганов. Ну, а с вами был, как всегда, Леха Грильков. Подписка на канал выскочит вот здесь вот. Ссылка на инстаграм и вконтакте будет, как всегда, в описании. До вкусных встреч, пока. Ребята, балуйте в ваших женщин, девушек. Это очень здорово. И поверьте мне, это очень достойный, романтический, хороший, добротный ужин. Наташка, да? Да, я уже оценила, какой у меня брат. Да, ну, сейчас опять. О, боже мой, он брат. Я же всю жизнь думал. У нас как Санта-Барбара, ребят. Ну, вы чего? Ну, это моя сестра двоюродная. Я Алексей. Сестра моя, да? Пока-пока. Ну, знаешь, как это, сиси-кэппу очнулся. Сиси-кэппу? Пока.